сейчас когда началась война с украиной и я выпустил свое видео и мы в целом постим новости очень самый популярный комментарий в сети интернет это что вы делали 8 лет назад и где вы были в 2014 году я хочу ответить всем комментаторам сразу базовым постом и рассказать и где мы были в 2014 году и что я думаю о той ситуации так вот 2014 году мы были здесь здесь на проспекте победы согласитесь символично проспект победы 66 и 68 здесь предприниматель васильченко вместо маленькой своей пристройки к дому решил построить в 5-7 раз больше для этого ему понадобилось захватить фактически пожарный проезд парковки значительную территорию которая была вообще общедоступной территорией делали что-то для этого власти когда жители вышли мы вышли бороться против этой наглой фактически застройки которая захватывала чужую территорию нет прокуратуры мы здесь толком не видели в полиции в органах государственной власти муниципальной власти написали лишь отписки видели ли мы здесь фсб которая боролась без теми же самыми чиновниками которые позволяли совершать этот беспредел нет мы к сожалению здесь никого не видели и предпринимателю васильченко удалось построить здесь вот эту огромную халупу по сути дела еще раз грив 5-7 раз больше предыдущий кто из вас выходил защищать нашу вологодскую землю в тот момент кто поддерживал жителей проспекта победы кроме движения вместе единицы но был еще другой момент а еще они хотели уничтожить вот этот небольшой сквер у бывшего магазина юбилейный на проспекте победы 66 и благодаря участию жителей нашей работе его все-таки удалось расстоять они пол сквера хотели отправить под парковку ну потому что у торгового центра парковки не оказалось или и действительно ее захотелось сделать вместо сквера казалось бы все волокжане должны были выйти сюда и поддержать ведь но ситуация это просто огромное у людей хотят уничтожить их собственность забрать их собственность комфортное место проживания но никто вот получается из этих самых комментаторов из пропагандонов из тех кто убит пропагандой не поддерживал этих людей но еще кое-что было интересное как раз в те в тот самый момент 2014 году давайте продолжим а еще в 2014 году мы были здесь на пролетарской 73 кирова 76 и защищали вот эту территорию за моей спиной от застройки там структуры связанные горстрой заказчиком кстати хорошо нам известным пытались построить многоэтажный дом при этом они вырубили красивейшую рощу деревья которым было по 30-40 лет это было ужасно они фактически действовали здесь на нашей вологодской земле как те самые фашисты с которыми вы сейчас пытаетесь сравнивать украинцев почему здесь выходили только люди жители этих домов хотя скажем честно присоединялись и другие вологжане и эту территорию как раз от застройки удалось отстоять здесь кстати рядом на воровского 66 дворе который тоже относится к этому дому живет начальник пресс-службы у мвд вологодской области он кстати мне даже претензии предъявлял почему здесь снова образовался забор с 2014 года а застройщик не оставил планов этой застройки у меня самый простой вопрос господам полицейским почему вы ничего не сделали для того чтобы вернуть эту землю городу почему вы не переживаете за это как за донбасс почему сейчас наши омоновцы и соборовцы едут в украину чтобы там погибнуть и остаться мертвыми навсегда почему это нужно для чего вы делаете эту агрессию теперь давайте конкретно про донбасс в 2008 году я считаю что именно россия устроила всю агрессию на донбассе именно россия своими спецотрядами участием всяких гиркиных стрелковых устроила этот бардак этот ужас на донбассе отобрав часть территории луганской и донецкой областей украины я считаю что если бы этого ничего не было если бы со стороны россии не было гибридной войны то сейчас на донецкой и луганской областях украины был бы мир это были бы замечательные развивающиеся территории соседнего государства мы сделали эту агрессию мы создали эту искусственную территорию мы создали ее специально во-первых для того чтобы показывать россиянам все ужасы войны для того чтобы из каждого утюга из каждого телевизора вспомните 14-15 год говорилось бы о том лишь бы не было войны 2014 году мы участвовали в выборах в городскую думу для того чтобы сделать город лучше в 2014 году я получил наказ от избирателей в районе фрязиного дальний на сохранение фризиновского парка и кстати заметьте добился сохранения и создания фризиновского парка я точно знаю что я делаю я защищал нашу вологодскую землю я боролся с нашими вологодскими жуликами я точно писал и говорил о том что происходит в украине эта трагедия это война которую по сути развязала россия именно россия виновата в том что творилось на донбассе и творила последние восемь лет с 2014 года я пишу это для вас чтобы вы понимали дорогие комментаторы вот я всегда буду вам просто это видео давать в комментарии чтобы вы понимали что мы должны заботиться о своей родине о своей страны что нельзя вести агрессию вторжение в соседнее государство и надо дать было им возможность спокойно жить то что сейчас творит путин в первую очередь кстати с россиянами те санкции которые сейчас коснуться это огромный экономический чтобы выразиться без мата большой пушной зверек вы даже себе представить не можете что будет происходить с россией в ближайший год мы превратимся в северную корею и вот славное время до 24 февраля вы будете вспоминать еще большим счастьем я против войны с украиной я против вторжения на украину я хочу чтобы там восстановился мир а украина вернулась в международно признанные границы и в качестве послесловия для нас настоящая война 2014 году была именно здесь когда в мае 2014 года у нас прямо у дома жгли машины одну за одной именно потому что мы боролись с жуликами и ворами здесь в ологде именно потому что мы останавливали точечные застройки и для нас российская власть преступна это воры и коррупционеры и сейчас они развязали кровавую войну точно так же как восемь лет назад устроили это на донбассе и мы против войны с украиной мы против вторжения и мы просим поддержать нашу работу в информационном поле для того чтобы мы могли достучаться до каждого россиянина и объяснить что российская власть преступна